Мустамяйский дом детского творчества, премницей которого стала Мустамяйская школа по интересам, работал в здании, изначально предназначенном для детского сада. Кружки в нем посещали 200 детей. Старое здание не соответствовало потребностям школы по интересам и по большей части амортизировалось, поэтому было снесено. Город выделил на реализацию проекта нового дома примерно 7 миллионов 900 тысяч евро. И вот на месте старого ветхого здания выросло новое такое, которое соответствует современным требованиям. Но и также добавились новые кружки по интересам, которые и не могли появиться много лет назад. Мы открываем и новые кружки в дополнение к тем классическим кружкам, которые, традиционным кружкам, тем кружкам, которые действуют и работают у нас уже 39 лет. Мы открываем новые кружки электроника и программирования. Мы открываем кружок, технический кружок дополнительного направления, дизайн ландшафта. Потому что, согласно программе развития образования по интересам, природа, техника и технология, вот это направление, оно является приоритетным для города Таллина. В новом здании появился актовый зал высотой в два этажа, современная сцена со сценической аппаратурой, которую можно использовать для работы кружков и проведения торжественных мероприятий. Музыканты получили студию звукозаписи, а кулинарные кружки – современную кухню. Часть помещений будут использовать, так сказать, перекрестно. Например, классы для занятий искусством можно расширять за счет передвижных стен. По словам бывшего старейшина Мустамя, ныне депутата Риги Кугулаури Латса, он рад, что начатое при его участии строительство наконец-то завершено. Это, конечно, благодаря персоналу школы, в том числе я хочу отдельно отблагодарить Терна Поданева, кто является директором школы. Я думаю, что конечный результат хороший. Несмотря ни на что, Таллинн инвестирует в будущее. Планы грандиозные, и будем надеяться, что здесь не сойдутся, так сказать, в противоречии наши планы и планы государства. Ну и как сказал Андрей Канты, Таллинн будет двигаться в заданном направлении, чтобы образование по интересам в городе было на высшем уровне, как в смысле содержания, так и в качестве помещений. В следующем, в ближайшие годы, будет обновлен Центр по интересам Кулу, который, судя по проектам, обещает быть настоящим чудесным подарком для столичной молодежи. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.